4 186 заболевших и 2 161 выздоровевший. Такую статистику дает сегодня Минздрав Республики. С прошлой недели количество заболевших каждый день идет на убыль, но ограничительные меры никто не отменял. Неудобно, жарко, да и вообще сейчас многие ходят без масок. И это в то время, пока люди в белых халатах самоотверженно борются с пандемией. Почему-то люди решили, что самое страшное позади, а между тем Республика пока не может выйти на первый этап снятия ограничений. Из трех критериев два уже соответствуют стандартам, а вот с третьим проблема. Первый показатель это коэффициент распространения инфекции, который может в течение длительного времени удерживать до единицы. При нормативе не более единицы. На сегодня он составляет у нас 0,94. Второй показатель это у нас коэффициент тестирования на 100 тысяч населения. Рекомендованы показатели 70 на 100 тысяч населения. У нас на сегодняшний день 139,9 на 100 тысяч населения. То есть мы держим его на высоком уровне, обследуем пациентов в достаточном количестве, в огромном количестве. И являемся по этому показателю одним из лучших в России, не только при Украине. Ну и третий показатель это процент свободного коечного фонда. Коечный фонд пока свободен только на 31%, при целевом показателе в 50%. По поручению главы республики Минздрав проверил, по каким показаниям происходит так называемая ковидная госпитализация. И всегда ли она оправдана? Когда возникает первое приведение заболевания, это какая-нибудь, значит, небольшая температура 37-37,5, возникает какое-то недомогание. У людей первый диагноз – коронавирус. То есть люди абсолютно напрочь забыли, что они имеют право болеть и ОРЗ, и ангины. Как бы-то и столкнулись, может быть, изначально, то есть переполнение коечного фонда. Именно из-за этой ситуации, когда пациент из них не в приемном покое, то есть упирается в косяк двери, я никуда не уйду, пока меня сегодня не положите. Хотя его состояние позволяет, то есть и он не нуждается в стационарной помощи. На той неделе выписывали около 50 пациентов в день. Вчера выписаны уже 170 человек. Положительная динамика налицо. Те, у кого заболевание проходит в легкой форме, лечатся на дому. Но это тоже специализированное лечение. Таких сегодня в республике 409 человек. Такой стационар предусматривает обеспечение пациентов лекарствами, а лечащий врач получает заработную плату. Но даже если человек переболел и сейчас здоров, игнорировать социальное дистанцирование нельзя, утверждают врачи. Вирус недостаточно изучен и неизвестно, чего можно от него ожидать. Мы понимаем, что риск инфицирования, он сохраняется. Поэтому призываю все население, всех наших граждан соблюдать все меры предосторожности. Это обязательное ношение масок и ношение перчаток. Ношение маски предусмотрено таким образом, чтобы она закрывала и рот, и нос. По мнению экспертов-иммунологов, антитела дают о себе знать после четырех недель с момента выздоровления. Поэтому тесты иногда проверяются так долго. Сейчас специалисты определили порядок прохождения тестов и сроки их подтверждения. Особое внимание уделяется районам, в которых зафиксирована высокая заболеваемость. Кстати, по данным министерства, за прошлую неделю работа мобильных бригад дала положительные результаты. Муниципалитеты стали выходить из красной зоны. Татьяна Трофимова, Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.